Так, всем привет, это Курляна, сегодня я пока без Камымела. А вот так вот он у нас решил сегодня опоздать на начало стрима. Но пока игроки... Нет, они не желают другой удачи, они создали абсолютно не эту карту. Вот так, и кроме меня, хотя я заходил последним, почему-то это никто не заметил. Создана была карта для новичков. И сегодня первый матч у нас Адольфа против Фрума. Отлично, вчера Адольф нас оценивал, сегодня мы будем оценивать Адольфа. Сейчас посмотрим, вернулся ли у нас СК2ТВ. И попросим почекать стрим. Проверим, не слетел ли микшер, а то у него есть привычка такая в последнее время. Нет, микшер не слетел. И добавляем СК2ТВ, на всякий случай. Ожидание ответа, ожидание ответа, похоже, не будет у нас сегодня СК2ТВ. Ага, судя по всему, от нас требует код. Главное. Ага, нет, все-таки это от Эмпайр ТВ. Кинут код плеера Администратору. И ждем мы игроков. Пока почему-то у нас два игрока команды Эмпайр. Давайте мы пока включим Мопсу, ТИЛС. У нас есть чем заняться. Ждем начало игры. Давайте пока М. Одного мы игрока уже знаем. Это Эмпара Фрум. Он у нас будет играть, если он выбрал расу. Ждем, ждем начало. Норм, отлично. Ну что, сейчас, я надеюсь, подключится к нам КМЭМИЛ или не подключится. Вот, очень сложно определить, кстати, как у меня с микрофоном. Ну, вроде все окей. Фрум ВС Адольф. Ну и давайте Адольфа сразу напишем. И вот. Звоним мы ему. Звоним. Успел КМЭМИЛ. Успел он на начало стрима прыгать через меня на Ю. Так, и что же, что же, что же. Мы на главной, нет? Нет, мы не на главной. Подробности потом. Но вчера Адольф нас оценивал. Сейчас мы будем оценивать Адольф. Адольф сейчас будет играть. И противник у него очень-очень непростой. Эмпайр Фрум. А все это... Айпи Лига. Да. Первый, основной дивизион. Да, пятая неделя игровая началась. Итак. Я жду. Подожди секунду, я хотя бы переоденусь, что ли. Я... Сначала... С работы пришел, с экзамена пришел, экзамен сдал, и все хорошо. Отлично. Только ты прыгни в игру, а потом переодевайся, подключишься. Просто... Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все будет, дружище. Одну секунду... Вот, наконец-то, кстати, мы получили стрим от Эмпайр. Вот еще некто джанк входит в игру. Да, кстати, подробности потом. Какие подробности? Подробнее изложи. Подробности потом. Я задерживаю как могу игру. Это не очень хорошо, но... Нет, игра все-таки началась. Нет, ну что ж такое-то, но я не успел, я буквально только... Придется тебе смотреть стрим. Сегодня мы стримим... Ожидают бурлящие песни в твоей игре. Ай, не успел я. Придется тебе включить стрим. СК-2 ТВ лежит, поэтому отправляю всех на... Если, кстати, он поднялся, то включи, пожалуйста, стрим фан-стримы. А пока мы транслируем для СМК, Тим и РТС Волт. Вот так. Угу. Ну, хорошо. Так, 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 так. Нет. Оставим картинку MSI. Мне нравится этот бренд. И загружается. Пока. Поменяем еще раз с игроком. И Адольф красненького у нас цвета. ПВТ статус 0-0. Ждем мы всех стримеров. Кто-то чуть-чуть отстает. Это... Напомним всем, кто присоединился. Это у нас пятая игровая неделя, если я не ошибаюсь. IP лиги. Основной дивизион. Команда Empire против команды Imba. И это первый матч. Счет пока 0-0. Мы увидим ПВТ на Blistering Sense. Кстати, тут была интересная вещь, пока ты отходил. Мы ждали все Адольфа. Меня подключили к игру предпоследним. И я увидел, что администраторы создали игру на карте новичков. Ну, помнишь, где там есть лишние камни? Вот странно. Столько суровых игроков. И никто не отреагировал на это. Включаем мы табличку продакшен. Давайте посмотрим на АПМ. Ну, да. Адольф... Чуть-чуть отстает. Как и положено Тирану. Ну, ничего страшного. Значит, мы стримим с канала ТОЛО. То есть, канал, я так понимаю, ЯТВ. Курлиана. Да, именно с него. И плееры развешаны везде, где только можно. Хорошо. Так как плееры развешаны везде, где только можно. Титул какой писать? СМК-тим или... Да, СМК-тим. Опа. Приостанавливает кто-то игру. Приостанавливает игру Адольф. Видимо, у него телефон. Ага. У него включился стрим РПЛ. Бывает такое, видимо, недовыключал. Бывает такое, что стримы на СК-2ТВ. Кстати, СК-2ТВ у тебя работает? Да. А у меня нет. Вот так. Видимо, помнишь, была такая ситуация у тебя, когда у тебя просто не заходил. А у меня все работало отлично. Да, кстати говоря, бывает. Такое? То есть, возможно... И что же, что же, что же? Я, значит... Я, значит, вставляю HTML-код. Как нам это не запрещали? Как нам от этого было плохо? Как нас били палками по всем выпирающим частям тела и прочего? Но мы все-таки вставляем код, чтобы все-таки плеер работал, друзья. И что? Мы видим стенку от Адольфа. Очень много ходит споров, нужна ли эта стенка. В ТВП. И все-таки корейцы и большинство тиран сходятся на мнении, что нет. А ты знаешь, что в большинстве случаев означает стенка в ТВЗ? В ТВЗ? Смотря какая. Моя капитальная может обозначать все, что угодно. Она просто по дефолту. Такая, как делает Адольф. То есть, через два сопла и барак. Знаешь, я видел игру, ой, к сожалению, я не вспомню игроков, я опять смотрел краем глаза вот последние две недели игры. И там стенка была сначала сделана такая, а потом за ней были добавлены просто вот сплошняком еще второй-третий ряд, бункеры, стопорты, все, что можно. А вот я тебе что скажу? И стой, два газа, два ранних газа, Адольф. Неужто это будут баньши? А я тебе о чем говорю? Ну, дружище, ты не можешь мне даже сказать, что стенка, которая строится из двух соплаев и прочего, ну, то есть барака, бункера, в ТВЗ означает часто выход в баньшей. Ну, как ты знаешь, я могу выйти в баньшей и с более капитальной стенкой. Да, ты можешь выйти в баньшей, но потом в процессе ты можешь окунуться вглубь событий со своими торами и прочим, когда на тебя будут рушиться с неба зеленые бомбочки, называемые. Да, Greenland Mice, но мы их не увидим. И, кстати, один гейт, и что-то было поставлено, еще второй гейт, два. Ну, что ты там, ну, не тормозяй, не тормозяй, дружище. И да, факта на Мэйне, и, скорее всего, раз она ставится реактор, то есть будут еще и гелики, и бункер в стенке, что-то мы явно промахиваемся со стратой. Или я не понимаю Адольфа, или он решил обмануть всех, в том числе оппонентов, нас и себя заодно. Но, Фрум в этом отношении играет пока стандартно. Один сталкер вот тут стоит, еще надо бы в центре сейчас. Так, ну что же, я в итоге, в итоге я добрался до твоего стрима и взглянул на это все со своей точки зрения. А что я вижу сейчас? Так, мы видим бункер в застройке, факторку, сейчас пойдет Старпорт, насколько я знаю. Да, это билд 1.1, но смотри, какие интересные пристройки, то есть реактор у барака. И вот тебе и Старпорт. Нет, Старпорт-то есть.